Слушайте, ну прям какая-то неделя традиционных ценностей у нас с вами получилась в буквальном смысле забавная. Вот ведь только в прошлом выпуске высмеивал некую госпожу Коветиди, сенатора от Крыма, которая понесла какую-то пургу относительно мужиков, посещающих спортзалы. Напомню просто, мадам Воном чуть ли не пропаганду запрещенного и экстремистского ЛГБТ увидела, чем вызвало недоумение у многих, даже у коллег по пропагандистскому цеху. Ребятишки поспешили тетеньку успокоить, ты мой, мол, вылизывай, конечно. Только думай, в какую сторону лижешь. А вот теперь давайте вернемся по времени немножко назад и посмотрим, к чему наше государство и, так сказать, эти организации, под ним работающие, приучали детей. В школе их учили быть хорошими потребителями. Не отцами и матерями, а хорошими потребителями. Любые развлекательные каналы, они показывают, что правильно это петь песни и трясти голой задницей. И вот это успех, и это деньги. Работать не надо. Алло, на проводе. Алло, извини, брат, кажется, не туда попал. Ты целься лучше. Я одного не понимаю, в каком государстве вот эти ребята постоянно лопучут. И это туда же делали, из наших детей потребителей, прославляли безделье на ТВ и бла-бла-бла. А кто этим всем занимался-то на протяжении четверти века? Не подскажете. Так я жду ответа на поставленный мною вопрос. Ну да, мы отвлеклись. Там же мадам Коветиди договорилась до того, будь то родители, воспитывающие дочерей в любви, как принцесс. Эта цитата сейчас была. Так вот, такие родители практически преступники, разрушают, потому что ценности наши. И он и уже лично меня заделал. Поскольку, да, я свою маленькую дочку воспитываю именно как принцессу. Потому что девочку, видимо, лучше с измольства воспитывать как рабыню. С детства рабыню из нее делать, вот это будет скрепно. Вообще всем этим безголовым бабкам-ешкам хочется сказать совет свой себе, посоветуй. А лучше иди за газировкой. Но не к этому я вел. Оказалось, что Коветиди стала только началом того звездеца, который закрутился после. То, что вы увидите дальше, я даже не знаю, как комментировать. Данное видео наделало много шуму. Короче, не буду тянуть кота за причинное место. Наслаждайтесь. Внимание на экран. Побивание – это говорится не о том, что надо как-то травмировать свою жену, еще что-то. Здесь побивание имеется в виду, что жена, во-первых, должна понять, что она делает что-то не так. В каком плане, например, есть мисфак, палочка маленькая, которая мусульман. Да, и вот аккуратно жене пару раз ударить мисфаком. Когда рука работает только от локтя, то есть не полностью плечевой сустав работает, а от локтя, маленькими ударами. Этот смысл в том, чтобы не нанести увечья человеку, не оставить синяки, а аккуратно дать понять человеку, остановись, ты делаешь неправильно. В кадре казанский имам Тимур Камаев, речь его вы сами только что слышали, к слову, как думаете? Вот это вот в большей степени еще скрепы или уже ценности, неразделимые с нами, с россиянами будущего? И куда мы вообще катимся? Реальная журналистика сумасшествия не приходит одно, его сопровождают галлюцинацией. Вот это цитата одного умного человека пусть и станет темой сегодняшнего выпуска. Поехали! На самом деле, вы знаете, меня с детства учили, что обижать девочек нехорошо и неправильно. Никто при этом не визжал, будь то оно какая-то скрепа или даже ценность, тем более по телевизору. Отец сказал однажды, мол, девочки слабее физически, природа и так устроена, поднимать руку на того, кто заведомо слабее тебя не айс. Это удел неудачников, никогда до такого не опускайся, особенно в отношениях с женщинами. Внимание, вопрос, почему таким же простым и понятным языком не могут разговаривать со своими прихожанами религиозные деятели? Почему жену обязательно надо бить, если она что-то сделала не так? Или побивать, простите, побивать, конечно, оговорился, а разговаривать со своими женами? Кухонные боксеры не пробовали? Методом убеждения на них воздействовать нет, не алё? Или мозгов не хватает с бабой договориться, что за средневековье? В конце концов, ну если уж вы совсем чужими людьми стали, понимание меж вами ноль, сходите и разведитесь, это не сложная процедура и не такая дорогая, между прочим, даже после того, как на неё ценник подняли. В минувшем году в республике распались более 14,5 тысяч браков. Одно из возможных решений – введение в школьную программу уроков семьеведения. Семейные ценности – это тот разговор, который должен вестись и в школах тоже, потому что не каждая семья, к сожалению, является для детей примером будущего отцовства, будущего материнства. А я, вы знаете, как раз уверен, что все вот эти вот депутаты и чиновники, религиозные общественные деятели, вот они, больше всего вредят институту семьи, лезут, куда не просят. Носятся со своими бездарными, зачастую дурацкими инициативами. Ой, введём в школах семьеведения. Ой, папа, детям притащим на урок или там какое-нибудь очередное никому не нужное патриотическое движение. Создадим, замутим. Да вы лучше займитесь чем-то полезным. Придумайте, как эти семьи, особенно молодые, простимулировать, например, материально. И на постоянной основе, кстати. А не, как обычно, дадим к празднику по 35 копеек. Начните строить детские сады и школы. Их по всей стране не хватает. Пионер лагеря возродите, да по приемливым ценам, а лучше вообще за счёт государства. Но никто ведь этим не занимается четверть века. Зато тратят бюджетные миллионы на всякую фигню. И да, просто хочу напомнить, что любое благородное дело выглядит убедительнее, когда элиты собственным примером демонстрируют, вот так должно быть, а у нас что? У нас президент в разводе, не забыли? Нет, я его не осуждаю. Это личное дело Владимира Владимировича как гражданина и как человека. Но в его-то жизнь ведь чинуши, ноздри не мочат, а в наши тогда почему суются? И я, и Людмила Александровна исходили из того, что сказать прямо и честно о том состоянии, которое у нас по факту сложилось, это гораздо более правильный способ поведения, чем что-то скрывать. Так и пишут сейчас, причём из обоих лагерей, что надо же. Ну, слава богу, спасибо. Что касается религиозной стороны дела, то её не существует, потому что мы никогда не венчались. Вот это поворот, вот это поворот, вот это поворот. Знаете, вот когда коту делать нечего, он начинает что-то там себе лизать. Так и популяризаторы. Эти случайно оказавшиеся во власти подозревают. Вот, ещё один индивидуум, о, вашему вниманию, пожалуйста, знакомьтесь. Министр экономики Свердловской области, господин Садыков. Вы, наверное, думаете, что сейчас речь пойдёт об экономике, верно? И не угадали, потому что и экономист Садыков не устоял перед соблазном. А в интервью местным пропагандистам по поводу, к слову, открытия в Нижнем Тагиле выставки, посвящённой достижениям народного хозяйства, так вот Садыков вдруг в том интервью начал разглагольствовать на предмет места современной женщины на кухне, простите, в обществе. Если мы всё-таки возвращаемся к демографии, должно быть, наверное, по-другому всё-таки. Девушки прежде всего должны думать о гендерной роли, потом уже профессиональной. Хотя они не исключают это профессионального роста, это одно другому не мешает. Всегда поражаюсь нестечковым чиновникам. Такое ощущение, что у них своего «я» нет от слова совсем. Они почему-то постоянно ведут себя по принципу, что крестьянин, то и обезьянин. Ляпнула в Москве какая-то тётя из Совета Федерации, бросаем всё к ядрине фене, начинаем делать из российской бабы конвейер по производству потомства, всё. Все региональные чинуши поспешили дуть в ту же дуду в Карелии. Студенткам предложили бросить учёбу и рожать. Сто тыр пообещали с барского плеча. Ранее примерно ту же операцию пытались провернуть в Смоленской области. Правда, успехом она не увенчалась, теперь вот на Урале. Целый министр экономики бредит, мол, зачем вам карьера, дамы? Кухарка, нянька, инкубатор, всё, с тебя станется. Региональные меры поддержки семей были и ранее. Но чтобы стимулировать рождаемость ещё больше, решено некоторые из них обновить, а некоторые ввести. Мы выплачивали единовременную помощь, значит, на третьего ребёнка 50 тысяч рублей, будем выплачивать 100 тысяч рублей. Это будет дополнительно 54, 108 миллионов на это республиканский бюджет будет тратить. Шшш, маловато говорю, маловато будет. 50 тысяч единовременно, то есть один раз. На третьего ребёнка, ага. И ни в чём себе не отказывайте. Кстати, вот сейчас лето, ровно столько, как раз 50 тысяч плюс-минус стоит отправить подростка в детский лагерь отдохнуть на две недели. Ну да, мы опять отвлеклись, возвращаясь к министру экономики Садыкову и его выводам из серии «Курица не птица». Охреновый он экономист, знаете ли, во всяком случае так получается, объясню. Дело в том, что любой, кто хоть немного в экономике разбирается, скажет вам, что весь бизнес, я сейчас про малый и средний бизнес, если что, но основу любого государства, кстати, так вот, весь бизнес строится, дальше будет грубо, но правда, только на бабах и на детях. Многие из вас вряд ли об этом задумывались, верно? Но оно так и есть. Зайдите в первый встречный торговый центр, посмотрите на соотношение женских, детских и мужских магазинов, например. Правильно, примерно 1 к 10, почему? Да потому что мужику самому по себе ему ничего не надо. Купил одни джинсы и ходит в них 15 лет, пока не развалятся от старости. Женщина же, ей хочется быть красивой, модной, желанной, особенно успешной женщине. Детьми так все понятно, папа купи, неважно что. Под женщиной детей целые отрасли создаются и в этих отраслях вращаются миллиарды ни разу не рублей. Да не только шмотки. Какая-то бытовая химия, какие-то бытовые товары, там стиральные машинки, кофеварки, блендеры. Это тоже все нужно им. В конце концов, мужик может одними пельменями питаться, скажем, да полуфабрикатами, женщине же. Ей нужно здоровое питание, а ребенку детское. К чему я веду? Потому что современная баба с ее хотелками, это ведь еще и локомотив экономики. Подспорье для развития государства, если хотите. А вот эти вот умники собираются наших баб в каменный век загнать. Сделав крепостными, необразованными, ну чем-то вроде домашних питомцев, что ли. Мы куда, блин, стремимся? Афганистаном стать. Ну и раз пошла такая пьянка, под занавес добью. Сам хохотал, когда наткнулся на данный месседж. А в курсе ли вы, что классические плавки, ну те, которые мы с вами всю жизнь надевали до пляж, так вот теперь классические плавки на мужике могут выглядеть двояко и даже расцениваться как символ принадлежности такого мужчины к запрещенному в России сообществу из четырех букв. Я не прикалываюсь сейчас. С таким заявлением в эфире радиостанции «Говорит Москва» на Медне выступила некая эксперт в области моды Эля Басманова. Так и сказала, в приличном обществе и в обычных плавках вас примут за представителя ЛГБТ нынче в тренде недлинные шорты. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Если серьезно, знаете, ну не смешно и есть что ответить вот этой вот даме, дорогая Эля Басманова. Я не знаю, что у вас в голове, точно не мозги, но как человек, имеющий разряд по этому виду спорта по плаванию, проведу небольшой ликбер. Дело в том, что классические плавки, они же спортивные, имеют ту форму, какую имеют чисто из соображений практичности. Облегающие трусы на большой скорости увеличивают эффект скольжения и не парусят. Тормозя спортсмены не слетят с него, в конце концов, во время заплыва, вот и весь секрет Полишанеля. Не надо выдумывать никакой отсебятины, вы разберитесь в вопросе, а потом рот раскрываете, да еще публично. А впрочем, чему я удивляюсь в Риме сейчас такое, время шариковых и швондеров. Все, переваривайте, это была реальная журналистика сегодня, вот так. Подписывайтесь на канал, лайки, репосты приветствуются, оно помогает продвижению видео. В соцсетях тоже жду, в друзья добавляйте с темы, предлагайте, поднимем, обсудим. Пока-пока!